В эфире библейский портал Экзегет. Как не попасть в секту нас спрашивают? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. И о лжепророках говорит Господь, и апостол говорят о лжепророках, и о лжеучениях, и апостол Павел, апостол Петр. Но секта иногда не искажает вероучения. Секта искажает дух церкви, когда на первом месте становится учитель, подобный гуру, а не Христос. Поэтому, чтобы не попасть в секту, которая может образоваться даже вокруг православного священника, такая община с сектантским духом, как сейчас это происходит на Урале в монастыре. Для того, чтобы туда не попасть, нужно посмотреть, каков по духу руководитель этой общины. Если вокруг него нетерпимо никакое мнение, кроме его, есть только два мнения, его и неправильное, если он никого не слушает, если он все время настаивает на своем, если он угрожает всякими карами, и его окружение угрожает всякими карами, которые обружатся на того, кто не согласен, бегите оттуда. И если у него есть ответы на все вопросы, тоже бегите оттуда. Потому что на самом деле у настоящего христианина, у богослова, а я напомню слова Григория Богослова, кто истинно молится, тот истинный богослов, то есть у настоящего молитвенника, у него много вопросов без ответов. И святые отцы говорят, вот это тайна, об этом мы не знаем. А вот здесь нам немножко открыто. И в учении церкви очень много тайн. Но когда о всех все известно, когда человек говорит, что ему известна даже посмертная судьба твоя, если ты его не послушаешься, то, конечно, там Христа нету. Там есть находящийся в прелести гордец, который окружен больными, нездоровыми духовно, а часто и душевно людьми. Поэтому оттуда надо бежать. Знаете, есть замечательный рассказ о воскресной школе, где батюшка организовал столярную мастерскую. Вот он там пришел, и там мальчишки, человек 15, подростков, и в том числе его сын. И говорит он, пап, забей гвоздь. А вот еще один, а вот еще один, а вот еще один. Ребята говорят, в чем в подвох? Что случилось? Они молчат, а потом этим мальчик говорит, а мы хотим услышать, что вы скажете, когда попадете себе по пальцу. Понимаете? То есть, вот когда внезапно, да, что ты скажешь? Господи, помилуй ли что-то другое? Понимаете? Вот внезапная ситуация проверяет, каков дух человека. Поэтому, если вдруг он гневается, кричит, горит тебе в аду, вот, или раздает направо-налево, там, 300 поклонов в минуту, понимаете, то бегите оттуда. Это секта. А истинный пастырь, он во имя Христова пастыря, он не к себе приводит. Он смиряется, и он просит прощения. А руководитель секты никогда не просит прощения, потому что он всегда прав в своих глазах.